Не сидеть все лето за компьютером, а заниматься общественно полезным делом, заработать при этом небольшую денежку. Такую возможность предоставила школьникам нашего города молодежная биржа труда. Одно из предприятий, на которое трудоустроились ребята, товарная база. Мы решили узнать, чем конкретно они здесь занимаются. Каждый будний день ребята утром приезжают на товарную базу. Рабочий день у них начинается с 8 утра. Сначала бригадир распределяет задания, потом работники расходятся по точкам. В конце каждого часа ребятам предоставляют небольшой перерыв. Работают до обеда, потом расходятся по домам. Ребята очень трудолюбивые, ответственные, работу свою знают. Задача у них простая. У мальчиков это благоустройство территории, это сбор мусора, мы подметаем вдоль дороги. Девочки занимаются прополкой территории, сбором травы. В первой бригаде работают три юноши и три девушки. Ребята будут находиться на этом объекте месяц. Прошло только несколько дней, а кто-то из них уже говорит, что хочет остаться на все лето. Все относятся хорошо, благосклонно, все помогают, снабжают оборудованием, ну и все хорошо. Идут навстречу. Крутое занятие, что можно позаниматься полезным делом, можно заработать денежку, не просто сидеть дома. Как большинство это и делают. Я благоустраиваю территорию, и мне это нравится. Тут дружный коллектив. А это твой первый опыт работы? Это моя самая первая работа, да. Другие ребята с молодежной бежит труда работают в ДЭПе и центре ЖКХ, Гуравтотрансе и Горводоканале. Пока на этих предприятиях трудятся ребята 16-17 лет, но есть много желающих помладше. Над возможности их трудоустройства сейчас работают. Отличные мероприятия. Дети приобщаются к труду с более, так скажем, опытными рабочими и набираются от них уже. И что можно сказать? Ну, мужают они, в общем. По вопросам трудоустройства подростков в летний период можно обратиться в молодежный центр. Звонки принимают с 10 до 18 часов по будням по телефону 99-313. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.